Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех подписчиков и всех новых зрителей нашего канала. Прошла зима, и мы начинаем третий сезон работы над проектом Joy Project в кругосветку на пластиковых бутылках. Все лето катамаран провел здесь, на Валдае, в разобранном виде. Он пролежал на берегу озера, дожидаясь, что же его ждет. А в этом сезоне ждет дальнейшая модернизация, постройка и испытания в реальных условиях на озере нашего катамарана. И в этом видео я вам покажу, каким образом катамаран перезимовал. Напоминаю, что он лежал на берегу озера, укрытый тентом. Максимально мы постарались защитить его от дождя, от снега. Но что получилось в итоге, как перенесла зиму бутылки, как перенесла зиму дерево, металл и так далее, мы сейчас можем увидеть сами. Вот она наша площадка, и вот он катамаран. Изначально два баллона мы уложили на подставки и положили рядом друг с другом. Остатки, как видите, бутылок кинули в середину, и это все было накрыто тентом. Но за зиму снегом, ветром и так далее, некоторый тент снесло, они оказались открытыми. Ну, это ничего страшного, потому что это уже не первая зима для баллонов. Для них снег не страшен, здесь ничего особенного. Мы видим остатки резиновых стяжек, которые уже все полопались, все не выдержали ультрафиолета. Над этим мы будем работать в этом сезоне. Вы это увидите дальше, как мы решим эту проблему. На одном баллоне тент спереди, как вы видите, остался. Его никуда не снесло. А рядом с синим цветом это различные деревянные конструкции. Мачты, поперечины и тому подобное. Они укрыты хорошо, их ветер не коснулся. Ну что, приступим. Кому нужны дождевые черви? Сразу и рыбалка. Ну вот, в общем-то, пока и все. Посмотрим детальнее, что же здесь мы имеем. Итак, вот я снял тенты. Что у нас здесь есть? Как видите, баллоны рядом с ними, склад каркаса, мачты, поперечины, доски будущие для палубы. Некоторые мы даже не снимали тросы. В целом, состояние металлических частей, я бы сказал, удовлетворительное, если даже не хорошее. Может быть, только в торцах. Вот здесь кое-где взялась ржавчина. И вот на гаечках немножко. А так, в целом, благодаря, наверное, обработке, еще, наверное, много каким-то фактором, все сохранилось очень даже неплохо. За само дерево я не волновался, потому что пропитка показала себя с хорошей стороны. Второй сезон, практически никаких следов воздействия грибка и тому подобное. Но я, конечно же, понимаю, что всем интересно, в каком состоянии сами кеги. Напоминаю, они вторую зиму прожили под открытым воздухом, под давлением. В каком же они состоянии? Давайте проверим. На ощупь, на первый взгляд, вот так, когда раскрывал баллоны, никаких пустых, сдутых, подздутых кег я не обнаружил. Ну, сейчас посмотрим более детально. Сейчас залезу на него и пройдусь. Вот здесь немножко давление подспущено, но в целом держит вроде. Здесь все четко. Смотрим другой баллон. Держит. Нормально. Чуть-чуть подспущено, но в целом нормально. Вот, и вот здесь вот. Хотя давление какое-то есть там. То есть я не могу сказать, что это полностью кега. Но я беру на заметку. Нужно будет заменить. Может быть травит клапан какой-то. Смотрим дальше. Можно констатировать, что катамаран неплохо пережил зиму и анбоксинг прошел успешно. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео со своими друзьями, для того, чтобы об этом проекте узнало как можно больше людей. И тогда мы быстрее отправимся в путешествие. Ну и конечно же, не забывайте делать то, что приносит вам радость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...